МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...по крупном размере, а это 2 миллиона 250 тысяч рублей. Противоправную деятельность фигуранта пресекли тверские сотрудники ФСБ. Следствием и судом установлено, что подсудимый получил от генерального директора коммерческой организации через посредника, действующих в интересах коммерческой организации, осуществляющей ремонтные работы в одном из административных зданий города Твери, взятку в сумме свыше 2 миллионов рублей за входящие в его служебные полномочия действия в пользу взяткодателя и представляемой им организации по беспрепятственному подписанию по государственному контракту актов о приемке выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и затрат, а также утверждение оплаты по счетам. Установлено, как Кузнецов распорядился полученной суммой. 23 ноября 2019 года в московском автосалоне он приобрел автомобиль BMW X6 стоимостью 2 миллиона 880 тысяч рублей. Собранных доказательств суд счел достаточными для вынесения обвинительного приговора, назначив в качестве наказания 9 лет колонии строгого режима со штрафом в 11 миллионов 250 тысяч рублей. После обжалования стороной защиты приговор был рассмотрен вышестоящей судебной инстанцией и оставлен без изменений. Приговор вступил в законную силу. Сотрудники полиции на дороге у поселка Махсатиха остановили автомобиль, на котором пытался скрыться 24-летний житель Волгоградской области. Накануне он похитил деньги у 87-летней пенсионерки из Удомли. Как выяснилось, молодой человек предлагал женщине купить у него 4 комплекта постельного белья за 20 тысяч рублей. Хозяйка сначала согласилась на покупку и заплатила деньги, но заподозрив обман, потребовала вернуть сумму обратно. Аферист вернул пожилой женщине только 5,5 тысяч рублей, забрал товар и оставшуюся сумму в 14 тысяч 500 рублей. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет. Похищенные деньги возвращены потерпевшей. Фигурант находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании и пресечении в виде заключения под стражу.